всем привет с вами Алла сегодня я решила начать видео в своем спортзале тема моих минус 12 килограмм на сегодняшний момент минус 12 килограмм сегодня тема будет не еды а тело с чего я начинала в плане как довести свое тело вот до такого состояния не через желудок а еще и через упражнения сейчас я здесь одна и пока я одна я немножко хочу вам показать зал обычный зал с беговыми дорожками с велотренажерами и со всякой всякой ерундой необходимой да ну вроде как пока никого нет сейчас с вами быстренько хочу поговорить поднять тему с чего я вообще начинала вот я могу сейчас показать уже себя в полный рост и свое пузико правда его щит уже довести немножечко жирок здесь но это у женщин всегда уходит последнюю очередь никогда не переживайте в этом плане живот попа бедра вот в галифе у меня сильно еще были все это потом уйдет и еще мы не переживай и не переживайте и не сильно будем так говорить не ускоряйте события ну вот сейчас вот такое мое состояние вот примерно тело да вот такое но еще ну я не буду хвастаться ну еще я бы хотела не сильно далеко но далеко еще до того чего бы я хотела тут самое важное для меня еще вот поднять поднять вот мне надо попу здесь надо работать ну это такое все женщины знают у кого особенно тяжелый низ а у меня он тяжелый большой всегда был с чего я решила вообще поменять свой образ жизни отношения вообще свою к своему телу я всегда его прятала под распашон очки такие да под платьишко под сарафанчики особенно свое пузико потому что раньше я что хотела то ела сколько хотела столько и ела когда хотела и перед собой после сна и утром и в обед и вечером и между обедами и до обедами вечно я хотела есть не я никогда не пила максимум может быть чашка кофе или чашка чая вообще не воды не пила вообще ничего а тут надо воду пить нужно как-то по особенному кушать еще и заниматься ну вообще офигели но усе сегодня тема будет по поводу того за ним по поводу заниматься с чего я начала значит у меня вообще болела спина и два года я ее лечила а была у меня грыжа 6 миллиметров я ходила к доктору данилову в киеве кому интересно потом расскажу напишу и он меня без медикаментозно в общем у меня убралась эта грыжа и ничего не болит и вот я начала заниматься до этого я лежала плакала от боли иногда бывало такое что я вообще встать не могла водить машину не могла вообще ничего не могла и полулежа все делаю работал в интернете все полулежа потом я за два года у него такая методика что он нужно ходить к нему на процедуры обязательно по два часа ежедневно ходить обязательно то есть ежедневная ходьба то есть по парку по городу по квартире только никакие не тренажеры и вот я за два года привыкла два часа ходить вот такая вот обычная ходьба и это это нужно я не буду вникать в эти подробности и когда мне перестала болеть спина то я решила что надо же что-то 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 делать надо начала искать тренера нашла и тренера говорю прихожу к нему говорю что я вот хочу заниматься естественно спросил по поводу питание я сказала все нормально я питаюсь нормально ничего нормального не было питанием и изменили тема отдельная по поводу по поводу занятия естественно он план занятий для меня выстроил ну я ему предупредила что у меня болит спина все полностью все контролировал обязательно занималась я почти что каждый день я по-моему делала выходной один выходной у меня был в воскресенье и что еще и я обязательно пошла вот и месяц позанималась а потом на второй месяц я пошла еще на сейчас скажу я пошла на массаж антицеллюлитный массаж кто делал это адские боли там все маты которые я знала я все вспомнила даже кое-какие произносила это но это надо пройти это медовый был тому чем он мне комплекс массажа делал и это делается массаж сразу же после силовых упражнений то есть я с тренером позанималась три раза в неделю у меня был тренер три раза в неделю мне было телевидный массаж в течение месяца результатов сразу не ждите результаты будут потом где-то после шести месяцев я увидела результат а сейчас мой результат это через 10 месяцев я обязательно выставлю фотку чтобы видели какая я была что это не никаких не будут фотомонтажа ничего ничего от как вот как есть так и сделаю а потому что я знаю как я искала таких же женщин чтобы у меня меня стимулировало и вот практически считайте мне за 40 далеко и я так думаю что и да я родила двоих детей так что все нормально это все реально это все можно сделать естественно какие-то были у меня срывы нежелание там что-то делать но срывы больше было в виде спортом заниматься как-то мне более-менее понимала для спины надо еда конечно это психологическая зависимость и ты бы от еды была очень сильная и я думаю не для всех это какая-то новость да но если срываетесь конечно возвращайтесь к к тому с чего начинали если вы уже решили естественно мой большой стимулятор естественно мой большой стимулятор был эта спина потому что я очень боялась возвращение к болям таким же и почему-то я для себя решила что если я буду заниматься укреплять буду мышцы позвоночника да то это для меня что-то вот так ну вот так вот вот такой был мотиватор хотя раньше вы знаете я мотивировала всего себя немножко что-то наверное не так я заплатила за абонемент годовой около 250 долларов и вы знаете меня это не заставило заниматься ходить и не было таким же мотиватором чтобы я вот ходила каждый день и держала в себя форме я неправильно занималась и моей спине еще был тогда каюк такой конкретно я спину свою поломала и вот я поняла что это не мое раз спина болит все это не мое и опять что мы лежим сидим кушаем что хотим когда хотим я так вкратце и в детально может быть я еще сделаю видео какие-то чтобы детально может быть еще что-то расписать в плане того что если вас будет что-то интересовать более подробно а так если шапочно пробежаться я полгода занималась тренерами через полгода и переехала в америку и начала вспоминать как я с ним занималась и вот сейчас здесь занимаюсь сама и поддерживаю стараюсь поддерживать свою мышечную вот форму потому что так чтобы мне было как бы визуально комфортно да и как-то я уже привыкла да вот тепло в мышцах к этому всему я очень привыкла и я буду рада с вами еще поговорить на эту тему более подробно может быть ответить на какие-то ваши вопросы но на этом мое видео заканчивается я буду рада еще встретиться в следующих видео в новых темах всего хорошего пока пока если вы на что-то решились решайтесь не бойтесь меняйте свои жизни что-то рулите свою жизнью сами это девиз моего канала постоянно смотрю на время всего хорошего пока пока у меня так что-то не будет и ну и и и и